Друзья, всем привет с возвращением или же добро пожаловать на канал ДДПлеерс 8.1.3, с вами Данил и Даша. И мы продолжаем рассказ о сюжете Ace Combat 3 Электросфера. Мы уже начали свой рассказ в первых двух частях, дошли до поворотного момента сюжета и, отталкиваясь от него, рассмотрели полностью сюжетную ветку организации ЮПЕО. Если вы еще не смотрели предыдущие части, то просим вас перейти по ссылке в описании. А сегодня давайте оттолкнемся от поворотного момента, который мы называли в прошлом выпуске. Пилоты группы САРФ из организации ЮПЕО сопровождают представителя Габриэла Кларксона к месту проведения мирных переговоров. Но внезапно Немо и его ведомые получают приказ бить частный самолет с Кларксоном и Фионой на борту. Но Немо отказывается выполнять этот приказ. Таким образом он спасает жизни Кларксона и Фионы и сопровождает их до территории контролируемой корпорации НьюКом. В результате этих событий Габриэл Кларксон понимает, что ЮПЕО скомпрометирована и переходит на сторону НьюКом. А мы знакомимся с новым персонажем Синтией Фиджераль, старшей сестрой Фионы, которая является главным научным консультантом в боевой авиагруппе НьюКом. Она берет Немо и Фиону под свое крыло в состав этой боевой группы. Так начинается сюжетная ветка корпорации НьюКом. Немо, Фиона и Синтия принимают участие в своем первом боевом вылете в составе корпорации. НьюКом славится самолетами собственного производства. И сейчас боевая группа наносит удар по базе Дженерал Ресурс в Белой долине с помощью так называемых истребителей паразитов – Ремора. Самолеты получили такое обозначение, потому что они отделяются от сверхвысокных самолетов-носителей и дальше действуют самостоятельно. Инфраструктура базы Дженерал Ресурс повреждена. Таким образом, НьюКом успешно наносят ответный удар, вызванный нарушением режима прекращения огня. На базе Синтия, Немо и Фиона готовятся к новому заданию. Немо знакомится с одним из исследователей электросферы из НьюКом – ученым Саймоном Орескоином. И ученый ведет весьма странные разговоры о таинственной сущности Немо. К слову, суть этих разговоров будет раскрыта в конце нашей серии рассказов об истории Вселенной. Как бы то ни было, боевая группа НьюКом на своих уникальных истребителях направляется к космодрому на островах Камона и обеспечивает прикрытие посадки космического шаттла от сил Дженерал Ресурс. Космический аппарат благополучно садится на Землю. И теперь нам дают возможность узнать, какова была задача космического корабля на орбите. Шаттл НьюКом уничтожил спутники и Дженерал Ресурс, оснащенные энергетическим оружием. По факту, это первый в истории человечества бой в космическом пространстве. Дженерал Ресурс заявляет, что спутники выполняли исключительно задачи гражданского назначения. НьюКом же, напротив, утверждает, что спутники несли на себе вооружение и угрожали территориям подконтрольным корпорациям. Как говорится, у каждого своя правда, своя точка зрения. И деятельность ЮПЭО никак не может способствовать урегулированию конфликта. Но Фиона убеждена, что научный потенциал НьюКом может установить мир на континенте. А главное, она просто рада тому, что может летать вместе с сестрой и Немо. Однако выясняется, что Синти является одним из кандидатов для проведения процесса сублимации в электросферу. И перед очередным заданием Фиона об этом не знает. А в ходе следующего задания авиагруппа НьюКом участвует в захвате одного из спутников Дженерал Ресурс, который был сбит космическим кораблем. Группа захвата выдвигается из плавучего города Мегафлот. Одновременно с этим Дженерал Ресурс высылает свою корабельную группу к месту падения спутника в океане. Авиагруппа НьюКом обеспечивает успех операции по захвату спутника. Тем не менее, в ходе задания Фиона наблюдает, что ее старшая сестра ведет себя весьма несдержанно, и это ее беспокоит. В итоге Фиона все равно узнает, что Синтия намерена принять участие в процессе сублимации, несмотря на то, что в корпорации ей отказали. Но Синтия движимо неведомой и необъяснимой мечтой изменить мир. Поэтому, несмотря на уговоры сестры, она намерена в любом случае погрузить себя в электросферу. Однако авиагруппе предстоит выполнить еще одно боевое задание. Силы General Resource готовятся к контратаке, собирая силы на базе в Белой долине, которую НьюКом уже ранее атаковали. Немо подлетает к базе на предельно низкой высоте, чтобы избежать радарного обнаружения, и уничтожает обозначенные цели. После успешного выполнения задачи Синтия, Фиона и Немо возвращаются на базу. Но во время полета командование сообщает, что на континенте началось восстание, которым руководит неизвестная организация, а рядом с группой в воздухе появляется неизвестный летательный аппарат, похожий на летающий авианосец. И внезапно Синтия пробалтывается, говоря, что восстание началось слишком рано. Шокированная Фиона требует объяснений. Синтия утверждает, что ответит на все вопросы, но только если Фиона и Немо последуют за ней. Фиона отказывается лететь и призывает Синтию вернуться, но старшая сестра непреклонна. А вот Немо предстоит вновь сделать выбор, за кем последовать. И здесь у нас еще один поворотный момент, который следует запомнить. В этот раз Немо следует за Фионой и вместе с ней возвращается на авианосец с Нюком. На базе пилоты выяснят, что восстание на континенте Усея организовала группировка Ураборос, во главе которой стоит пилот Джейнерл Ресурс Абисаль Дизюн. Как вы знаете из прошлого выпуска, Ураборос является сторонниками трансгуманизма и погружения сознания людей в электросферу. А Дизюн так и вовсе является сублимированной личностью, чье физическое тело умерло десятилетия назад. Становится ясно, что именно Ураборос провоцировала войну между корпорациями. Более того, устанавливается, что члены организации Ураборос были кандидатами на проведение процесса сублимации в электросферу. Причем из разных организаций. Вы посмотрите, здесь затесалась даже Кей Нагаси, персонаж из Ice Combat 5. Ты надеялся, что я правильно прочитаю? Да. Теперь силы Ньюком намерены уничтожить эту угрозу. Фиона и Немо поднимаются в воздух над городом Порт-Эдвардс, отражая атаки самолетов Урабороса. Среди противников оказывается и Синтия. Фиона пытается связаться по радиосвязи с Синтией и заставить ее одуматься, но старшая сестра не отвечает. После боя с истребителями пилоты Ньюком атакуют летающий авианосец UI-4053 Сфирна, который является штабом Урабороса. Немо и Фиона наносят Сфирне повреждения, но ей удается отступить. Преследование летающего штаба Урабороса продолжается уже над проливом Сент-Арк. И вновь Немо и Фионе удается повредить Сфирну. Синтия вступает в бой и отгоняет пилотов Ньюком от летающего авианосца. В очередной раз уговоры Фионе оказались бесполезны, и теперь Немо приходится сбить самолет Синтии. Сфирна появляется в небе в очередной раз, но уже рядом с плавучим городом Мегафлот. И теперь с борта Сфирны стартует самолет Х-49 Ночной Ворон, о котором мы также рассказывали в прошлом выпуске. Самолет применяет свое лазерное оружие и буквально одним выстрелом сжигает Мегафлот до тла. Сила Ньюком полна решимости обрушить Сфирну, как никогда раньше. И в этот раз Немо и Фионе удается это сделать. Однако перед падением Сфирну покидают ИС-49 и еще один загадочный истребитель. Фиона делает предположение, что на одном из них находится Дизион. Девушка полна решимости уничтожить его за то, что он затуманил рассудок Синтии и воспользовался ее мечтами, чтобы переманить на сторону Урабороса. Вражеские самолеты следуют в тоннель, ведущий к подземному городу Геофронт. Немо и Фиона вынуждены следовать за ними. В конечном итоге все участники противостояния оказываются внутри Геофронта и вступают в бой. На связь с пилотами Ньюком выходит Саймон Орест Коэн, который помогает Фионе и Немо обойти защиту вражеских суперистребителей и уничтожить их. С угрозой Урабороса было покончено. Подавленная потеря из сестры Фиона благодарит Немо за то, что он оставался с ней все это время. Она заявляет, что уходит из Ньюком и больше никогда не поднимется в воздух. В финале этой сюжетной ветки мир узнает, что сбитыми в Геофронте пилотами Урабороса были Абисаль Дизион, успешно прошедший сублимацию в электросфере, и Ирена Хироса, бывший пилот группы САРФ из организации ЮПЭО. Эту новость передают все мировые СМИ. Но Фиона не желает слушать выпуски новостей. Она находится в своей квартире, убитая горем. Но внезапно на экране появляется изображение Синтии. И старшая сестра сообщает ей, что все-таки смогла оказаться в электросфере. И она благодарит Фиону за то, что помогла ей освободиться от оков физического тела. Ведь Синтия видит мир электросферы прекрасным. Ну что ж, друзья, завершена еще одна серия нашего рассказа о сюжетных линиях игры Ace Combat 3 Электросфера. Ice Combat. Нет, не Ice, Ice. Ice. Очень надеемся, что вам видео понравилось. По традиции просим поддержать наш канал лайком и подпиской. И не проходите мимо нашей литературной работы Романа «Черный сектор». Ссылку на него мы оставим в описании. На этом у нас все. До скорых встреч. С вами были Данил. И Даша. Канал DT Players 813. Всем пока. Пока-пока.